С рабочим визитом окружную столицу посетила директор Хабаровского филиала компании Ростелеком Елена Хитрова. Встреча с представителями правительства округа прошла в закрытом режиме. Обсуждение касалось расширения каналов спутниковой связи, введения дополнительных пакетов трафика для клиентов и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Подробности в материале Никита Березнякова. Одним из крупнейших поставщиков интернет-услуг на территории Чикотки является компания Ростелеком. Если в окружной столице как таковых проблем с подачей и приемом сигнала не возникает, то на периферии зачастую доступа к сети просто нет. Помочь может федеральная программа по устранению цифрового неравенства, согласно которой в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек должен быть проведен канал связи со скоростью не менее 10 мегабит в секунду. Устранение цифрового неравенства и расширение каналов позволит бесплатно получать возможность доступа в интернет уже сейчас в 15 населенных пунктов, еще три мы сейчас будем вводить в первом полугодии. То есть бесплатно могут люди пользоваться интернетом. В селе Воеги, например, где зарегистрированы чуть более 400 человек, функционирует точка доступа Ростелеком. Только за февраль жители этого населенного пункта скачали около 200 гигабайт трафика. Теперь такой солидный объем информации сельчане смогут получать бесплатно через Wi-Fi. В апреле уже будет расширен объем на Пиеве Кобилибино и, как было сказано, расширяется присутствие в селах именно бесплатным Wi-Fi. Это вот в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Тут мы, безусловно, будем работать вместе, потому что важен, скажем, мониторинг качества этой услуги. И это происходит сейчас. Впереди большие планы у правительства региона и дирекции компании Ростелеком по устранению цифрового неравенства в регионе. Это и введение новых тарифных планов с увеличенным пакетом трафика и ряд других проектов. В числе первых – бесперебойная работа вызова экстренных служб по единому номеру 112 и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Никита Березняков, Арсений Гусев, Служба информации.